Беседа 11.3.7 Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им «Порождение Ехидины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Почему же Христос говорит, что они не верили Иоанну? Потому что это была не вера, если они не приняли того, о ком Иоанн проповедовал. Они, по-видимому, внимали и учению пророков и словам законодателя. И однако Христос обличал их в невнимании, потому что они не приняли того, о ком предрекали пророки. «Если бы вы верили Моисею, то веровали бы мне». И впоследствии, когда Христос спрашивал их, откуда крещение Иоанна? Они так рассуждали между собой. «Если скажем от земли, то боимся народа. Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не веровали Ему?» Из всего этого таким образом видно, что они приходили к крещению и крестились, но не прибыли в вере к проповеданному. И Евангелист Иоанн открывает нам из злобу, когда, говоря о постных, спросит крестителя, «Илия ли ты, Христос ли ты?» тотчас прибавляет, ибо постные были от фарисеев. Так что же, а простой народ разве не точно так же думал? Правда, говорит. Но только простой народ думал так по простоте сердца. Фарисеи же хотели уловить его. Так как, например, было известно, что Христос придет из области Давидовой, а Иоанн был от колена левийно, то они и предлагали ему коварный вопрос, чтобы в самом его ответе найти случай напасть на него. Это видно из дальнейшего, несмотря на то, что он и не дал тех ответов, каких они ожидали. Они все-таки нападают на него, говоря, «Что же ты крестишь, если ты не Христос?» Но чтобы тебе еще более увериться в том, что фарисеи приходили креститься с одними мыслями, а просто народ с другими, послушай простой народ, как приходил, как показал это Евангелист. О простом народе он говорит, что он приходил и крестился от Иоанна, исповедуя свои грехи. А о фарисеях говорит уже не то, но вот что. И видел многих фарисеев и садыкеев, приходящих к нему, и сказал им, «По рождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Какая высота духа! Как сильно говорит он к людям, всегда жаждавшим крови пророков, людям, ничем не лучшим змей. Какой свободу он обличает и их самих, и родивших их. Так скажешь, свобода велика. Но вот что надо бы нас спросить, имеет ли она какое-либо основание? Ведь он видел их не согрешающими, но кающимися. Казалось бы, поэтому он должен был не порицать их, а похвалить, и принять за то именно, что они, оставив город и свои дома, пришли слушать его проповедь. Но что же мы на это скажем? То, что он обращал внимание не на настоящее обстоятельство, не на то, что происходило, но видел тайное их помышление, которое открыл ему Бог. Так как они величались своими предками, что и было причиной их погибели, и повергло их в бесконечность, в беспечную, то он исторгает самый корень их гордости. Потому же Исаия называет их начальниками содомскими и народом гоморским. И другой пророк говорит, не все ли вы сыны эфиопские? Так, все их предостерегают от этого предрассудка, смиряя их гордость, бывшую для них источником бесчисленных зол. А ты скажешь, пророки справедливо так поступали, потому что они видели их согрешающими. Здесь же почему и для чего делать это Иоанну, когда он видит их уже покорными? Для того, чтобы еще более смягчить их. Если же кто со вниманием рассмотрит его слова, то и в самом влечении откроет похвалу им. Потому что эти слова были произнесены им от удивления, что они, хотя и поздно, но все же могли сделать то, что казалось некогда невозможным. Следовательно, и самое обличение Иоанну означает более желание привлечь их и расположить к покаянию. В то время, когда он, по-видимому, поражает их, он открывает и прежнее их великое нечестие, и вместе с тем их дивную и неожиданно настоящую перемену. Как это могло быть, говорит он, что они, будучи детьми таких родителей, и так худо воспитаны, начали раскаиваться? Откуда такая перемена? Кто осмягчил сурово их сердце? Кто исцелил неисцельное? Смотри, как он с самого начала поразил их, говоря им о геене. Не в обыкновенных бедствиях, сказал он им, как, например, кто внушил вам бежать от врагов, нашествия варваров, плена, голода и язвы. Нет, он угрожает им другим наказанием, о котором они еще не имели ясного понятия, говоря таким образом, кто внушил вам бежать от будущего гнева. 111. Не достаточно только удалиться от нечестия, но надо бы напоказать и великую добродетель. Не делайте же, говорит он им, того, что для меня противно, а для вас обыкновенно. И не возвращайтесь к прежним порокам, только смирившись на малое время. Мы уже не в таком положении, как прежние пророки. Настоящее обстоятельство отличное от прежних и выше, потому что ныне грядет сам Судья и Господь Царство, чтобы возвести нас к высшему любомудрию, воззвать на небо и привлечь в тамошние обители. 133. Потому-то я и говорю о геене, что теперь как награды, так и наказания вечны. 144. Итак, не оставайтесь в прежних ваших пороках. Не указывайте по обычаю свою защиту на благородство ваших предков Авраама, Исаака и Якова. Впрочем, этими словами он не возбранял им называться потомками этих святых, но возбранял слишком полагаться на это, пренебрегая добродетельной жизнью. Говоря так, он раскрывал настоящие их мысли и предрекал будущее. Действительно, они и после того еще говорили, мы отца имеем Авраама и никогда никому не были рабами. Так как это особенно побуждало их гордость и приводило к погибели, то Иоанн прежде всего и обличает этот порог. Смотри же, с каким уважением к патриарху приступает он к их исправлению, сказавши, И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, не сказал патриарх, не может принести вам никакой пользы. Но с какой-то кротостью и ласковостью в то же самое делали, дал разуметь словами, что, ибо говорю вам, что Бог может из камней всех воздвигнуть детей Аврааму. Некоторые говорят, что здесь Иоанн указывает на язычников, называя их иносказательно камнями. Но, по моему мнению, слователь заключает в себе и другую мысль. Какую же? Не думайте, говорю, что если вы погибнете, то патриарх уже останется без детей. Нет, нет, Богу возможно и от камней дать ему детей и продолжить род его, так как и сначала так было, потому что от камней быть людям все же то же, что родится младенца от бесплодной матери. Так и пророк, указывая на это, и говорит, воззрите на скалу, из которой вы иссечены. Итак, напоминая им об этом пророчестве, он показывает, что как с самого начала Бог чудесным образом садил Авраама отцом, как бы из камня, так и ныне это возможно. Исайя 51.12 И воззрите на Авраама отца вашего и на Сару, породившую вас, примечая, как он их устрашает и поражает, не сказав, что уже воздвиг, чтобы они не пришли в отчаяние, но что может воздвигнуть. Притом, не сказал, что может людей воздвигнуть от камней, но гораздо более родных чата Аврааму. Видишь ли, как он их отводит от плотских мыслей и надежды на предков. Чтобы они в собственном покаянии и смиренно мудрые имели надежду на спасение. Видишь ли, как он, истребляя в них мысль о родстве по плоти, вводит родство по вере. 112. Но примечая, как он их последующими словами умножает их страх и возбуждает в них беспокойство. Сказав, что Бог может и из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Добавляет уже и секира, при корне деревь лежит всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Вся речь его вселяет ужас. И он по самому образу своей жизни мог говорить очень свободно. Да и они требовали сильного обличения, потому что уже давно огрубели. Сказать ли вам, говорит он, что вы имеете лишиться родства с патриархом и увидите других, воздвигнутых от каменья, получающих ваше достоинство? Но наказание ваше этим не ограничивается, он простирает его и дальше. Уже и секира лежит при корне деревь. Ничто не может быть ужаснее этого выражения. Ты видишь, уже не сер плетящий, не ограду разрушенную или виноградник потоптанный, но острейшую секиру, и что еще ужаснее, лежащую при дверях. Так, не веря пророкам, они часто говорили, где день Господень, и да придет совет святого Израилева, да разумеем, Исаия 5.19. Так как предсказания часто исполнялись во прошествии многих лет, то чтобы лишить их и такого утешения, он угрожает им близким бедствием, что и выразил словом «уже», присоединив, при корне. Нет уже, говорит, никакого расстояния, но при самом корне лежит, не сказал при ветвях или при плодах, но при корне, научая их, что в случае их нерадения, они подвергнутся ничем не отвратимым бедствиям и без всякой надежды избавления. Это потому, говорит, что пришедший не есть уже раб, как приходивший прежде, но сам Господь всяческих, в руке которого страшное и ужасное наказание. Впрочем, устрашив их таким образом, он не попускает им впасть в отчаяние, как раньше он не сказал, что Бог уже воздвигнул, что может воздвигнуть детей Аврааму, чтобы устрашить их и в то же время утешить. Так точно и здесь. Не сказал, что секира уже прикоснулась к корне, но что лежит при корне, близ него, чем исключает всякое замедление. Впрочем, хотя и полагает в такой близости, но самое посечение ставит в зависимость от вашей воли. Если вы покаетесь и сделаетесь высшими, то и секира это будет отнято от корня, ничего ему не сделавшись. Если же будете делать то же, что и прежде, то и секира не замедлит с корнем исторгнуть дерево. Для того именно она и не отнимается от корня, и лежа при нем, не посекает его, чтобы вы, с одной стороны, не предались беспечности, а с другой убедились бы в том, что еще можете, хотя и в краткое время, спастись, если покаетесь. Таким образом, он всячески умножает их в страх, чтобы пробудить их и привести их к покаянию. Действительно, отпасть от предков, видеть других на своем месте, быть при дверях опасности и подвергнуться неизбежному злу, что он означает через корень и секиру. Все это достаточно к тому, чтобы и самых беспечных людей возбудить и саделать деятельными. А то же самое и Павел указывает, когда говорит, ибо слово Господне близко к исполнению на всей земле, но не бойся. Или лучше бойся, но не отчаивайся. Ты еще можешь надеяться на перемену, приговор еще не произнесен, и секира еще не начинает посекать. Что в самом деле препятствовало бы ей посекать, когда она уже при корне? А лежи для того, чтобы внушаемым страхом исправить тебя и сделать способным приносить плоды. Для того-то он и присоединяет. Ибо всякое дерево, которое не приносит плода, он всякую ветер, он отсекает и бросает ее в огонь. Словом, всякое. Этим он опять истребляет всякую надежду на благородство предков. Будь, говорит он, потомок самого Авраама, имей своими сродниками бесчисленных патриархов. Но если сам ты не принесешь плода, то понесешь лишь двойное наказание. Этими словами он устрашает и мытарей, потрясает и сердца воинов, впрочем, не повергает их в отчаяние, а только отводит от всякой беспечности. Слово его, внушая страх, предлагает и великое утешение слова его, потому что выражение, что не приносящее плода, показывает, что дерево, приносящее плод, свободно от всякого наказания. Но скажут, как мы можем принести плод, когда нам угрожает посечением 114? Когда остается уже так мало времени, и конец уже приближается. Можешь, отвечает он, потому что от тебя не требуется плода такого, какой приносит дерево. Плод древесный требует и много времени, и зависит от перемен погоды, и многого также требует попечения. Но тебе стоит только захотеть, и дерево тотчас прозябнет. К такому плодородию весьма много способствует не только свойство корня, но и искусство самого земледельца. И так, чтобы не стали говорить, что ты нас смущаешь, стесняешь и делаешь нам насилие, полагая секиру и угрожая посечением, в самом наказании требуешь от нас плода. Иоанн доказательства того, как легко приносить плоды, присоединяет. Я кричу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. Этими словами он показывает, что нужны одно только желание и вера, а не труды и подвиги. И как легко креститься, так легко и переменить и сделать со лучшими. Потрясший таким образом их душу страхом суда, ожиданием наказания, напоминанием о секире, отчуждением их от предков, приведением новых чад и двояким наказанием, посечением и сожжением, смягчив всеми способами их жестокосердия и возбудив в них желание избавления от этих зол, он наконец начинает беседу и о Христе, но не просто, а отдавая ему великое преимущество и потом полагая различия между ним и собою, чтобы не подумали, что он говорит это из одного угождения, сравнивать то, что дает каждый из них. В самом деле он не тотчас сказал, которого не достоин развязать ремень обуви его, но показал прежде недостаточность своего крещения, которое ничего более не могло сделать, как только привести их к покаянию, потому и не сказал водою оставление, но покаяние. Говорит и о крещении Христа, преисполненном неизреченных даров. Чтобы ты, говорит, слышать, что он по мне грядет, не стал презирать его, как уже после пришедшего, познай силы его дара, и ты ясно поймешь, что я не сказал ничего лишнего, ни даже надлежащего сказать, что я не достоин развязать ремень обуви его. Итак, когда ты слышишь, что он стал впереди меня, не думай, чтобы я говорил это только по сравнению. Я не достоин быть даже в числе рабов его, и самых даже последних рабов, и служение ему воспринять даже самую низкую должность. Вот почему он не просто сказал обувь, но ремень обуви, что считалось самым последним делом. Потом, чтобы ты не подумал, что это сказано по смирению, он приводит доказательства самые дела. Ибо он, кресть, будет крестить вас духом святым и огнем. Видишь, какова мудрость крестителя. Когда сам проповедует, то говорит все страшное и ужасающее. Когда же посылает ко Христу, то уже говорит кротко и утешительно. Не говорит уже ни о секире, ни о древе посекаемом и в огонь вметаемом, ни о будущем гневе, но указывает на отпущение грехов, отнятие наказания, оправдание, освящение, искупление, усыновление, братство, участие в наследии и обильное излияние Святого Духа. Все это разумел он под словами «Крестить вас духом святым», выражая этим иносказанием обильное излияние благодати. Не сказал «даст вам Духа Святого», но крестит вас духом святым. Присоединением же слов и огнем еще более выражает силу и могущественное действие благодати. Представь же, каково должно быть расположение слушателей при той мысли, что они скоро будут подобны пророкам и притом величайшим из них. Для того-то ведь он и упомянул об огне, чтобы их привести на мысль об этих мужах, поскольку почти все являвшиеся им видения были открываемы огнем. Так Бог беседовал с Моисеем в Купине, так беседовал со всем народом на горе Синайской, так говорил с Иезекиилем среди херувимов. Смотри же, как он возбуждает слушателей, сказавши наперед о том, что имело быть после всего. В самом деле сперва надлежало совершиться закланию Агнца, истреблению греха, разрушению вражды, потом погребению и воскресению, и, наконец, уже пришествие Святого Духа. Но обо всем этом пока он еще ничего не говорит, и наперед поставляет последнее, то, для чего совершилось и все прочее, и что особенным образом могло показать достоинство Христа. И это делает он для того, чтобы слушатель, после того, как узнает, что он ни такой, ни такой силе получит Святого Духа, спросил самого себя, как и каким образом это возможно, при столь сильном владычестве греха, и чтобы, заметив в нем такое смущение и готовность к слушанию, сказать тогда и о страдании, так как после того никто уже не мог этим соблазняться, ввиду ожидания такого дара, вот для чего он снова и взывал, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира!» не сказал «оставишь и», но «берет», что означает «большое, большее попечение», так как не все равно просто оставить и воспринять грех. Первое не сопряжено ни с какой опасностью, а последнее соединено со смертью. И еще говорил, что Христос есть Сын Божий. Впрочем, и эти слова не давали еще слушателям ясного понятия об его достоинстве, потому что из них они не могли еще заключить, что Он есть истинный Сын. Между тем, из обильного подаяния Духа это становилось уже несомненным. Потому-то и Бог Отец, посылая Иоанна, первым признаком достоинства в лице, имевшим явиться, поставил следующее. На кого увидишь Святого Духа Сходящего и Пребывающего? Тот есть Крестящий Духом Святым. Вот почему сам Иоанн говорит, я видел и свидетельствую, что сей есть Сын Божий. Так как Христос делалось уже несомненным и это последнее. Далее, высказав приятное и тем ободриво успокоя слушателя, он снова начинает теснить его, чтобы тот не впал в беспечность. Таков уж был народ иудейский, что среди благ он скоро приходил в расслабление и делался хуже. Поэтому Иоанн снова угрожает ему, говоря, лопатой его в руке его. Раньше рассказал о наказании, а здесь показывает уже и судью, и представляет вечность наказания. И очистит губно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Отсюда ты видишь, что Господь тварь и есть вместе и делатель, хотя в другом месте и об отце тоже сказано. Отец мой делатель есть. Так как прежде говорил он о секире, то чтобы ты не подумал, что это дело требует труда и неудобно в развлечении. Он другим примером поясняет и его легкость, показывая, что весь мир в его власти, потому что он не стал бы наказывать тех, которые не его. Теперь все перемешано между собою. И хотя пшеница блистает, но лежит вместе с плевелами. Как на гумне, а не как в житнице. Тогда же будет большое различие. Где же те, которые не верят гиене? Иоанн 2 действия приписывает Христу крестить Духом Святым и предать неверующих огню. Итак, если должно верить первому, то и последнему также необходимо, потому что он и поставил два предсказания вместе, чтобы одно уже исполнившееся уверяло и в другом, еще не исполнившемся. Точно так же и сам Христос весьма часто делает, иногда в одних и тех же вещах, а иногда в противных заключает два пророчества. И одно из них исполняет здесь, а другое обещает исполнить в будущей жизни, чтобы исполнившееся пророчество самых упорнейших удостоверяло и в том, которое еще не исполнилось. Так, например, тем, кто для него все оставил. Он, старица, обещает воззнать в настоящем веке и даровать жизнь вечную в будущем. И через настоящее воззнаяние уверяет и в несомненном получении будущего. Точно так же в настоящем случае поступил и Иоанн, сделав два предсказания, то есть что Христос будет крестить Духом Святым и что сожжет огнем неугасимым. 117. Итак, если бы Христос не крестил каждодневно Духом Святым апостолов и всех того желающих, то ты мог бы сомневаться и в другом. Если же то, что, по-видимому, было выше, труднее и непостижимо для ума исполнилось и ежедневно исполняется, то почему же ты не почитаешь истинным того, что легко и понятно? Итак, сказав, тот крестит Духом Святым огнем и обещав здесь множество благ, Иоанн точит, чтобы ты от этого не сделался беспечным, оставив все прежнее, указывает на лопату, означая этим будущий суд. Не думайте, говорит он, что достаточно одного крещения, хотя бы вы после жили нечестиво. Нет, нам нужно еще много добродетелей и любомудрия. Таким образом, от секиры он ведет их к благодати и воде крещения, а вслед за этим угрожает лопатой и огнем неугасающим. Между теми, которые еще не приняли крещение, он не делает никакого различия и просто, говорит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает, указывая этим на казнь, ожидающую всех неверных. А по крещении делает некоторое разделение, так как многие из веровавших имели вести жизнь недостойной веры. Итак, никто не должен быть плевелами, никто не должен быть легким в веянии или до того предаваться худым склонностям, чтобы они всюду легко увлекали его. Если ты прибудешь к пшеницею, то хотя бы и постигло тебя искушение, не потерпишь никакого зла, так как и на гумне зубчатые колеса телеги не раздробляют пшеницы. Если же ты смешаешься с слабой соломой, то и здесь будешь претерпевать несносные бедствия, угнетаемые всеми, и там постигнет тебя вечное наказание. Действительно, все таковые еще до будущей пищи здесь бывают пищи безумных страстей, как солома для бессловесных животных, и там опять будут веществом и пищей огня. Если бы Иоанн прямо сказал, что Христос будет судить дела наши, то Его слова не так бы легко приняли. Но, употребив притчу, которой все выражалось, Он внушил большее убеждение, и слушатель с большей охотой увлекался им. Потому и Христос в большей части беседовал с ними таким же образом, употребляя в речи Своей подобие гумна, жатвы, винограда, точила, поля, сети, рыбной ловли и всяких других обыкновенных окружающих их предметов. То же самое сделал здесь и Креститель. Он представил сильнейшим доказательством Своих слов дар Духа Святого. Кто столь могуществен, говорил Он, что может отпускать грехи и даровать Святого Духа, тот тем более может сделать и то. О, замечаешь ли, как здесь уже предуказывалось и Таинство Воскресения, и Суда. Почему же, спросит Он, не сказал о тех знамениях и чудесах, которые вскоре имели совершиться через Христа? Потому что дарование Духа было величайшим из всех чудес, и все остальные ради этого только и были устроены. Указав главное, Он и все обнял. Попрание смерти, истребление грехов, уничтожение проклятия, освобождение от продолжительной борьбы, вход в рай, восхождение на небо, общение с ангелами, участие в будущих благах и получение Духа служило залогом всего этого. Таким образом, сказавший об этом, Он уже сказал о воскресении тел и о знамениях, имеющих быть при этом, и об участии в Царстве и о тех благах, которых око не видело и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило. Все это подано нам вместе с тем даром. Следовательно, излишне было бы и говорить о тех знамениях, которые вскоре имели последовать, и судить о которых предоставлялось по очевидности, и надо было сказать о том, в чем они сомневались именно, что Христос есть Сын Божий, что Он несравненно превосходит Иоанна, что Он берет грехи мира, что Он подвергнет суду дела наши, что наша жизнь не ограничивается только настоящей, но что каждый получит праведное наказание за гробом. Всего этого еще нельзя было представить наглядно, 119. Итак, зная это, будем мрачительны, доколе находимся на гумне. Здесь еще можно и из плевел обратиться в пшеницу, так как из пшеницы многие сделались плевелами. Не будем же ослабевать, не будем увлекаться всяким ветром, не будем отделясь от братьев наших, как бы они ни казались малы и незнатны. Ведь и пшеницы, хотя по величине менее плевел, но по свойствам лучше их. Смотри не на внешнее величие, так как оно уготовано огню, но на то твердое и неразрушимое уничижение пред Богом, которое не может быть ни посечено, ни сожжено огнем. Ради этих уничиженных только и долготерпит Бог плевелом, чтобы от обращения с ними эти последние сделались высшими. Для того еще и нет суда, чтобы мы все вообще получили венцы, чтобы многие от лукавства обратились к добродетели. Итак, убоимся, слушая эту притчу, так как огонь этот неугасаем. Ты скажешь, как он может быть неугасаемым? Но не видишь ли ты солнца, которое всегда горит и никогда не угасает? Не видишь ли также купину, горящую и несгораемую? Итак, если и ты хочешь избегнуть огня, то отложи жестокосердие, и ты не испытаешь его. Если ты здесь поверишь этим словам, то когда отойдешь в жизнь загробную, не увидишь огненной пищи. Если же здесь не будешь верить, то там хорошо узнаешь ее на опыте, но тогда уже невозможно будет избежать ее. Мучение, определенное проведшим жизнь неправедно, неизбежно. Впрочем, и одной только веры недостаточно. И бесы трепещут перед Богом, но при всем том не избегнут мучения. Поэтому нам должно проводить жизнь с великим старанием. Потому-то и мы часто собираем вас сюда, не для того, чтобы вы только приходили сюда, но для того, чтобы вы получили какие-нибудь плоды от пребывания здесь. Если же вы будете выходить отсюда без всякого плода, то хотя бы вы всегда ходили сюда. Ваше хождение и присутствие ничего не будет значить. Если и мы, когда посылаем детей к учителям, и видим, что они ничему не научаются, сильно негодуем на учителей, и часто посылаем их к другим, то чем мы будем извинять себя, если не будем прилагать хотя такого же старания к добродетели, какой оказываем в отношении к этим земным занятиям, и будем всегда носить домой пустые листы. Притом здесь учителя и лучше, и больше их. В каждом собрании мы представляем вам учителями и пророков, и апостолов, и патриархов, и всех праведных, и при всем том нет никакой пользы. Пропев два или три псалма и кое-как совершив обычные молитвы, вы расходитесь, думая, что этого достаточно для вашего спасения. Слышали ли вы, что говорит пророк, или лучше сам Бог через пророка, «Люди сии устами чтут меня, а сердце же их далеко отстоит от меня. Пусть же не будет сказано тоже и про нас. Поэтому изгладь букву или лучше те начертания, которые дьявол напечатлел в душе твоей, и принеси мне сердце, свободное от всех житейских смятений, чтобы я мог написать беспрепятственно на нем то, что хочу. Теперь ничего нельзя видеть в нем, кроме дьявольских письмен, хищения, любостяжания, зависти, злобы. Потому-то я, когда беру ваши листы, не могу даже и читать их. Я не нахожу тех букв, которыми мы написываем вам, во дни воскресные, и с которыми отпускаем вас, но нахожу вместо их другие, негодные, искривленные. Мы стираем эти буквы и пишем буквы духовные, а вы, выйдя отсюда, предаете сердца ваши действиям дьявола и опять доставляете ему случай написать в вас свое вместо нашего. Какое же отсюда выйдет следствие? И если я и не буду говорить, об этом уже знает совесть каждого. Впрочем, я не перестану исполнять мою обязанность и писать в вас правильные буквы. И если же вы будете разрушать наш труд, то нам предстоит несомненная награда, а вам немалая опасность. Впрочем, я не хочу говорить ничего тягостного. Сто двадцать. Я опять только прошу и молю вас, подражайте в этом случае, хотя прилежа немалых детей. Они прежде всего заучивают начертание букв, потом стараются узнать их сложение, и наконец таким путем доходят и до чтения. Будем и мы поступать так же. Разделивши добродетель на части, прежде всего научимся не клясться, не приступать к клятвы, не злословить. Потом, переходя к другой букве, научимся не завидовать, не любить плоти, не угождать чреву, не упиваться, не быть жестокими и нерадивыми. От этих добродетелей опять перейдем к духовным, и будем стараться о воздержании и презрении чрева, о целомудрии, правде, презрении славы, о кротости и сердечном сокрушении. Все это совокупим вместе и напишем в душе нашей. И во всем этом мы можем упражняться дома со своими друзьями, с женой, с детьми. Начнем же пока с первых и легчайших добродетелей. Так, например, с воздержанием от клятвы. И этим начальным уроком будем непременно заниматься дома. Ведь и дома много препятствий этому занятию. Раздражает слуга, возбуждает гнев, оскорбляющая жена, доводит до угроз и клятвы глупое и своевольное дитя. Итак, если ты дома, будучи постоянно раздражаем всем этим, удержишься от клятвы, то сможешь легко воздержаться от нее и в обществе. Точно так же перестанешь и брониться, если не будешь бронить ни жены, ни раба, никого другого из своих домашних. Жена часто похваляет кого-нибудь и жалует на свою участь. Побуждает злословить похваляемого. Но ты не доходи до того, чтобы злословить его. Но все, переноси великодушно. Равным образом, если видишь, что слуги твои хвалят других господ, не смущайся, но будь великодушен. Пусть дом твой будет местом борьбы и подвижничества в добродетели, чтобы, обучившись хорошо здесь, ты мог с великим искусством обращаться и в обществе, таким же образом поступаясь с тщеславием. Если постараешься не тщеславиться перед женой и слугами, то легко преодолеешь эту страсть в обращении с другими, хотя везде болезнь эта тяжкая и мучительная, но особенно в присутствии жены. Если, следовательно, мы здесь разрушим ее силу, то легко преодолеем ее и в других случаях. Таким же образом будем поступать и с прочими страстями, ежедневно подвизаясь и упражняясь против них дома. А чтобы для нас легче был этот подвиг, наложим на себя и эпитемию, если переступим какую-нибудь из предположенных обязанностей. Пусть служит нам эпитемия. Не вред причиняет она нам, а приобретет награду и принесет величайшую пользу. Когда мы, например, осудим себя на строгие посты, на земные поклоны или на другое какое-нибудь трудное дело. Таким образом, отовсюду мы приобретем великие выгоды. И здесь будем вкушать сладость забродетельной жизни, и будущее получим благо, и будем всегдашними друзьями Божиими. А чтобы опять не случилось того же, что вы, поделившись сказанному здесь, по выходе отсюда не бросили беззаботно книгу ума вашего, и не подали бы дьяволу случай изгладить написанное в ней, для того пусть всякий, придя домой, призовет жену свою, расскажет ей то, что выслушал, возьмет ее в помощницу, и с этого же дня вступит на это прекрасное поприще, укрепляя себя илеем Духа Святого. Если во время этого подвига ты упадешь не один раз, не отчаивайся, но опять вставай и подвязайся, и не отступай до тех пор, пока не увенчаешься блестательным венцом победы над дьяволом, и стяжание добродетели не скроешь в безопасном хранилище. Когда же утвердишь себя в навыке такого благого любомудрия, то уже не будешь более приступать каких-либо заповедей по нерадению, потому что привычка по крепости подобна будет природе. Как легко спать, есть, пить, отдыхать, так же легко для нас будет исполнение добродетели. В награду за это мы получим чистое удовольствие, достигнем тихой пристани, будем наслаждаться постоянным спокойствием и направим наш нагруженный сокровищами корабль в тот день к тому городу, удостоимся неувидаемых венцов, которые досподобимся получить все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне, пресно и во веки веков. Аминь.